Елка, украшения, ярмарочные избушки, будто и правда две недели не до апреля, а до Нового года. Всюду царит атмосфера зимней сказки. Но вот какой именно? Добрый ли? Если присмотреться, можно заметить, что сугробы небрежно разбросаны, некоторые теремки опрокинуты, а главный символ праздника так и вовсе прохудился. Кто и зачем поверг в хаос убранство Манежной площади? Пока секрет. Главный герой — 40-летний мужчина, чья жизнь скучна, как книга без картины. Никаких фантазий, сплошные правила, но вот однажды жизнь Петра, как, впрочем, его семьи и всего мира, оказывается в опасности, ведь воплотились в реальность его детские мечты и фантазии. В роли их прародителя, героя-бедоносца Антон Филипенко, бывшую супругу персонажа играет Кристина Асмус, добавляет солидности звездному полу картины Ивана Хлобыстин. Актер с удовольствием вжился в образ сварливого папы, который и лишил сына детства, не отправив Деду Морозу ни одного письма своего ребенка. Сам Иван Иванович нашел немало сходств со своим героем, например, в возрасте. Я старый, ребята, я в середине того тысячелетия родился, вообще я хайлендер. В характере. Скверный, как у меня, да. Звучаний. И голос такой же, как будто цинковое ведро мут. Колорита образу Ахлобыстина добавляют его личные непростые отношения с Дедом Морозом. Я жил в деревне. Однажды дядя Боря, которого переродили киномеханику, пришел в виде Деда Мороза от конторы к нам в дом. А у нас дом был далеко, последний за оврагом. Мы в каждом доме чуть-чуть наливали. Он уже скорее хотел, чтобы я стих прочитал, а у меня с памяти не очень было. В лесу родилась елочка, а дальше белый лист. И так раз 30 я сделал, потом он меня, значит, ногой в валенке с табурета сбил. Так у меня очень такие тактильные отношения с Дедом Морозом, простиродственные. Но все это никак не сказалось на вере актеров в чудеса. Мы же сами творцы своего счастья. Мы сами источник чуда. Добавят волшебство картине современные технологии и CGI. На экране оживут игрушки, а Иван Иванович заметно помолодеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова